В скором времени местная парилка переживет второе рождение. В Новом Уренгое городскую баню передают в частные руки. Новорингойцы возмущены. Социальные сети пестрят вопросами. Что будет заведением и вырастет ли цена? И с чем связана передача муниципальной собственности в руки коммерсанта? Напомню, городская баня убыточна. Уренгойское городское хозяйство, которому раньше принадлежала парилка, с марта прошлого года признано банкротом. Баню выставили на торги. Ее выкупил новурингойский бизнесмен. Я даже не знаю, сейчас популярно ли ходить в городские бани. Раньше это было популярно, так как не было ни домов, ни бани. Но сейчас, ну если хозяин возьмется, если он ее выкупил, значит он с какой-то целью хочет ее улучшить. Наверное, я думаю, что все-таки горожане смогут посещать ее. Участник, если он на это решился, значит у него есть время, значит у него есть желание. Ну ценники, ну наверное, может повыситься, так как он, наверное, вложится в ремонт, ему нужно будет как-то это все окупить. Я отрицательно отношусь. Наверное, цены просто поднимут. И большинство, которые ходили люди с низким уровнем недостатка, будет недоступна услуга. Поэтому отрицательно считаю, что необходимо запретить. Наши соседи, дай бог, им в здоровье ходили и любят баню. Но я тоже пошла, если бы было бы с кем. Но знаете, ну что, если в частные руки, если будет порядок, то я согласна. А если цены будут задирать, то естественно туда только будут вот такие, что как говорят, крутые ходить. А мы не попадем. Так что дай бог, чтобы хорошо сделали для людей. Вот когда воду отключали летом, удобно очень. Да и вообще иногда там цена была недорогая, 300 рублей раньше. А что-нибудь изменить можно нам? Конечно, если можно что-то изменить, то желательно оставить как было. Да, раньше было хорошо. Сейчас что будет, не знаю. Если вдруг останется она городской, будет людям намного лучше. И цены стабильные, и не может, и не будет того безобразия, что может твориться в частных банях. Если ее дадут в частные руки, ее просто подробят. И все. Там сделают из нее комплекс магазинов и какой-нибудь притон. Что и остается желать тому, что в частных банях творится. Поэтому я стараюсь не ходить в городские бани. Если есть, когда своя чистота, благодать, здоровье, благо, все, там никакой заразы ты не поймаешь у себя. Вот и все, что я могу сказать. Так что, может, с одной стороны, вы думаете, кто-то ходит сейчас в городскую баню? Я думаю, что нет. Я бы никогда туда не пошел. Я туда не хожу. Хотя ходила раньше, сейчас просто по состоянию здоровья я там не могу быть. Но, конечно, баня нужна. Как-то без бани в городе. Ну, хозяин обещает, что будет прежняя цена и отремонтирует ее. Но можно ли верить словам, которые у нас в первом веке? Конечно, верить никому сейчас нельзя. Потому что он будет свои цены предлагать, естественно. Вот и каждый работает на свой кошелек. В первую очередь, я так думаю. Так что, конечно, вообще должна быть государственная баня, а не в частном. Я думаю, что это неправильно. Вот, отстаивать надо. Если цена поднимется, конечно, будет плохо. Но что можно сделать? Это же бизнес. Наверное, кто-то решил, что выгоднее ее продать. Смотреть с экономической стороны, если туда вложить деньги. И каким образом не поднимет цены, это вряд ли будет. Потому что там требует она ремонта, если бы там были. Наверное, поднимет цену. Приобрел городскую баню местный бизнесмен Марив Баширов. Напомню, ее продали на открытых торгах в рамках конкурсного производства. По итогам аукциона она обошлась предпринимателю в 24 миллиона рублей. Ну, эта баня как работала, будет работать. Я как стану хозяин этого заведения и буду ремонт делать. И так же будет работать. Там никакие изменения не будет. А по цене? Ну, тоже такой же цены будет. Никаких изменений не будет. Как заверяет бизнесмен, в перспективе он отремонтирует и модернизирует баню. Мы будем следить за этой историей. Все подробности в наших соцсетях и в эфире телеканала. Не пропустите. Алена Ядня, Виктор Итленко, информационное агентство «Импульс Севера». Алена Ядня, Виктор Итленко, информационное агентство «Импульс Севера». Алена Ядня, Виктор Итленко, информационное агентство «Импульс Севера». Алена Ядня, Виктор Итленко, информационное агентство «Импульс Севера».